Исса, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. И дальше что? Он сказал им, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий, на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Говорить проповедь или о чем-то еще, оно не о молитве. Молитву все знают. На эту тему переговорено уже не тысячи, а сотни, наверное, тысяч проповедей. И каждый раз мы находим что-то новое. Почему? А мы участники этого всего. Они видели, как молятся ученики Иоанна. Сами молились с детства. Это, по-нашему сказать, ортодоксальные евреи. Они ждали пришествия Мессии. Это главная молитва была о нем. Каждый зарезанный баран, ягненок пасхальный, говорили о Христе. Вот вообразите, когда ходят в одном доме богатый человек. Ну, не две, не три, а десять овец. Это много. А когда считаем, что храм нужно было освящать, Соломон сколько? Одновременно сразу было заколот 12 тысяч быков. 120 тысяч овец. Во всей стране у нас никогда этого не будут, все местные координаты. Павел Торенский говорит, что священники ходили по щиколотку в крови. И когда Ярдан нес в воду, то на поля потом все уходило. Научи молиться. И вот когда смотришь, как молятся люди, Приходишь к выводу, что православие с первого века научилось молиться. Молитва трех ступеней. Вы легко запомнить можете. Первое это просительное. Дай, помоги, спаси, исцели, найди просьба. Просьба. И вот эта первая ступенька, она буквально в 7 месяцев. А там молятся и православные, и католики, и мусульмане, и буддисты, и коммунисты, кто-то и к ним. Трудно. К трудным все кричат, помоги, Господи. Мне рассказывал не кто-то, человек, который главный безбожник Алтайского края. Уполномоченный по религиозным культом. И он говорит, я был в таких обстановках, где спастись нельзя. А я приехал когда домой, а у матери икона была. И она, мать, за меня всегда молилась. Ну, Александр, почему же ты-то такой вырос? Под старость. Когда закрыли эти предприятия безбожников, пришел, храм стоит по Крупском соборе. Итак, нужно научиться молиться. Я сейчас буду говорить вам слова очень непростые. Даже не попрошу брата открывать. Посмотрите, что у нас написано. Притча Соломона, 28 глава 9 стих. Вы считали это? Прочитай, брат, вслух. Нет, плохо вижу. Кто отклоняет ухо свое отслушивание закона, того и молитва мерзость. Что такое мерзость? Это противно. Во всех отношениях. Зловонно. Крадено. А я молюсь. Отклоняет ухо свое отслушивание закона. Библию не считаешь, не знаешь, о чем молиться. И тот меч, который направлен был на врагов, зато он обратится против тебя. Я не могу простить. Злопамятный. Напоминаю где-то. А прежде положи. Пойди, примирись. Если, конечно, виновен. Потому что Христос никого не просил прощения. Павел не просил. Он не виновен. А врагов было столько, что ложились спать и тенжалы тащили 40 человек. Итак, кто отклоняет ухо свое отслушивание закона? Когда ты последний раз брал Библию в руки? Когда ты считал ее? У нас это есть. Ни в одном храме, нигде, может, в православии этого нет. У нас молитва церковная, она буквально насыщена этим просьбами. Придумали 40 раз говорить. С чем не согласен, с этим никак нельзя согласиться. Но оно есть. Вторая ступенька повыше. Благодарение. Получишь или не получишь, равно благодари. Мы сейчас все это найдем подтверждение в Священном Писании. И третье ангельское. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Божия. Асана Высших. Ей гряди, Господи. Это третье ангельское. И у нас в православном богослужении все это перемежается между собой. Как они составлены. Нельзя оставить ни одну ступеньку. Филиппийцам 4.6. Мы будем учиться молиться. Вернемся и заново пройдем этот урок. Чтобы не говорили. Я молился, а Бог не слышал. Я в храм не стал ходить. Не сегодня один так сказал по интернету. А я говорю, я молитву, не однажды я молился, и Бог не ответил. Не забудьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Свои. А у нас, я молитву знаю, Богородица Дева Радости. Правильно. За тебя медведь наседает, и ты Богородица Дева Радости будешь считать. Спаси. Свои желания. Какие твои желания, чтобы родственники, дочери, сыновья стали верующими. А как эту молитву выразить? А молитву составлены на это. Вы помните, кто ходил в наши занятия в университет? Сколько мы их записывали? На всякое событие, какое у нас есть молитвы составленное. Но молитва, это не означает, что только ей надо молиться. А научить нас. Христос сказал, очень наш. Заметьте, здесь, ибо твоей старства силы и славы нету. Вывод такой, что здесь попросили его, а там он говорит сам. Это неоднократно за счет было. И церковь приняла только от Матфея. В церкви считать. Дома ты можешь считать. А в церкви не считается, это очень наш. Вот тоже странно как. Слова Христова. Когда мы выходим отсюда из храма, у нас в коридоре, на выходе написано, всякое слово Господа чисто. Он счит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обречил тебя, и ты не оказался лжецом. У нас здесь, говорится, и там, тут мерзость. И там прибавляешь. Сколько раз беседа приходила с верующими, нашими. А в Библии так написано. Не написано, я говорю. Только как я считал. Не считал ты. Тебя сатана обманул. Нет там этого. Ты забыл, когда считал. Если ты приводишь места Писания, старайся запомнить. Хотя бы молитвы. Молитва мерзость. Я молюсь. Я правильно молюсь. Не желаю слышать библейские слова. Мерзость. Думайте только, что. Это ужасно просто. Я все положил. Я пощусь, раздаю. Ну а Библия, что она Библия? Ее баптисты придумали. Каких только слов не говорят. Ее переводило в библейское общество масонок. Там все исказили. Ни одного слова не искажено. Небо и земля исчезнут. Ни одна строка. Ни одно слово, ни одно слово. Ни одна буква не исчезнет. Йота. Открывайте свои желания перед Богом. 27 сентября 1962 года в 17.00 я впервые эти слова услышал. И впервые помолился, чего я желаю. Меня в тупик поставили. Пятидесятники, люди. Я первый раз у них. Первый раз вижу Евангелие. Молись своими словами, брат. Прости, что хочешь. Ничего не надо. У меня все есть. Здоровье отлично. Работаю в море. Деньги есть. Чего нету? Вот тут я первый раз взболился. Господи, ты мне сам укажи, чего у меня нету. Он сказал, ничего у тебя нет. Ты нищий, слеп и наг. Нищий, слепой и нагой. Я понял, веры у меня нету. Господи, первый раз он сказал, дай мне веру в слово твое, что оно твое, что к нему нельзя ни прибавить, ни убавить. И Бог мне дал. Я не больше полчаса на молитве был. Пятьдесят восемь лет уже прошло. И этот огонь только разгорается, разгорается. Почему? Потому что это сокровище нескончаемое. Вот сегодня будем говорить о молитве. Ты себе помечи, что ты не знал. Вот это заучить можно. Прича 28 глава 9 стих. Соломон великую мудрость изрек духом святым. Кто отклоняет ухо свое, не желает слышать. Я знаю этих людей, не желает слышать. Молитва мерзость. Это ужасно. Молитва мерзость перед Богом. Открывайте свои желания перед Богом. Вот сейчас желание какое? О том, чтобы Слово достигло нас. Об этом мы считаем первое послание к Фессалоникийцам. Пятая глава. Семнадцатый стих. Непрестанно молитесь. Все, коротко, коротко. Непрестанно. Это что означает? Означает, платок с головы не снимай больше. Ты послежаешь свою голову, молясь не покрыть за головой. Я не встретил еще ни в интернете, по-настоящему, чтобы мусульманка была открытой голова. Их приучают с детства. У нас не приучают, и поэтому нет еще этого. Их приучили. Каждый день. Пять раз. Женщины должны отдельно собраться, мужчины отдельно. И вот представьте, у них по-другому называется мечеть. Там тоже слово меч на первом месте стоит. И вот собираются. Ну, русский пришел там, Дубай, государство такое. Там, кажется, стадион. Такое большое-большое здание. А почему у вас нету? Посмотрел. А через полчаса будут. Вы где будете? Да я тут по магазинам. Через полчаса приходи. Я пришел, говорит, не могу пройти. Полный, набитый, одними мужчинами. И пять раз в день будут приходить. В христианстве никогда этого не было. Мы потеряли все, потеряв молитву. Попробуйте наших, которые здесь братья, вот здесь, собрать пятикратно в день, в воскресный день, когда они работают. Не получится. А почему у меня это в крови у нас этого нету? Надо я дома помолюсь. Нет, вместе собраться надо. Человек идет в храм, а что я и дома помолюсь? Златоуст говорит, никогда так не помолишься, как здесь. Здесь ангельское пение, не просто хористы поют. Здесь Слово Божие, здесь благодать особая. Повышенный, говорит, градус этому. А многие в храм перестали ходить. И что? Полностью потеряли все. Непрестанно молитесь. Я хочу читать Слово Божие, помолился Господи, открой. Считаешь, понятно, непонятно? Господи, дай мне еще глубже посмотреть, что там есть. Кончил? Благодарю Тебя, Господи. Мы сейчас все эти ступени пройдем. Урок. Этот урок пусть нам останется до смертного часа. Чтоб знали, о чем молиться в последний час. Не просто хватать себя за кислородную подушку. Я один перед смертью, видеть, смерть подошла. Что, сердечный приступ был или что? Ава, помолись, мне сейчас нужен сын мой. Сколько этих часов было в жизни? Почему же ты раньше ничего не говорил? Я ничего не могу сделать. Смерть стоит рядом, уже меч занесенный. Голова будет отрублена. Научитесь молиться. С покрытой головой. Мы считаем об этом непрестанно, молитесь. Кажется, невыполнимо. Ну как непрестанно? Я же за обедом бываю. Молитесь за обедом, чтобы не подавиться. Архиерея, но похоронили, я говорю, что ел рыбу, подавился и умер. Вот ведь какое дело. Она рядом ходит. Смерть не за горами, а за плечами. И Господь эти памяты о смерти подбивают людей к этому. Ну что страх? Надо, главное, любовь, любовь. Игнатий Причинов говорит, если ты не испытал страха Божия, что сегодня будешь в воду, как Пимин Великий говорил, начни сначала. У тебя еще даже начала не было. Страх оказаться там. А теперь у тебя будет постоянная радость, благодарение. Ты меня избавил. Ты умер за меня. Ты искупил меня. Исхитил меня из пропасти. Как я могу это забывать? Где бы мы были сегодня, если бы не благодать Божия? Несколько мест прочитаю. Слово молитва, просто для информации, в Библии полной, встречается 414 раз. 414. Это полтора раза напоминается о молитве каждый день. Круглый, без выходных. Дальше. Слово Возвал. Возвал, это молитва. 309 раз добавляй сюда. Дальше. Возопили. Я специально все это решил показывать. Возопили, это молитва и есть в горести. 43 раза. Просчитаем исход 14.10. Я кое-какие места буду просто называть. Слишком большой материал. Я не знал, какие места лучше прочитать. Ибо все они божественные. Фараон приблизился. И сыны Израиля выглянулись. И вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились. И возопили сыны Израилевы Господу. Сейчас все понятно. Но если человек, который не молится, что возопили? Закричали от страха? Нет. Возопили Господу. О, Иегова, помоги. Слово Иегова в Библии, в оригинале встречается больше 7 тысяч раз. У нас хоть 8 раз упомянули. Иегова, Яхва, Яхва. Как люди, знающие, как оно произносится. Возопили к Богу. А зачем? Батюшка говорит, поют хористы. По 80 лет так кричат. И вы чего так кричите? Батюшка, ну чтобы услышал Господь. Господь знает, когда мы ни слова не говорим. Он знает наши мысли. Но однако возопили. Так, теперь благодарственное будет еще это. 125 раз в Библии встречается. Так, слово простить. Простить еще будет. 1 Царств 12.19. И сказал весь народ Самуилу. Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам. Ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя. Вот есть такое общество. Все время молятся, чтобы Бог вернул царя России. И уже пророчество якобы есть. Вот придет царь, он и ведет порядок. Ты не знаешь, о чем говоришь. Мы повернули в историю. Такой резкий поворот сделали назад. Возвращения никакого уже не будет. А почему? Время кончилось. Ну вы знаете, кончили насчет первым делом исчезать деньги. Это так понятно. Карточка непослушной, как в Китае. Там уже все это есть. Надавили, ни кредит не взять, ни в магазине не купить, ни на автобусе поехать. У нас вплотную подошли к этому. И там почти 2 миллиарда. И все наблюдаются. Здорово. Преступления нет. Нуль. Потому что каждый шаг фиксирует аппаратуру. Поднимаются люди из метро. Потохом идут. И тут сведения. И кого ищут. Он сразу сигнал. И уже выскочили. Поймали. Машина работает. И вот будет так. Дальше. Исчезают границы. Это рядом. Все уже слышат. Границы исчезают. Будет одно государство в мире. А как об этом? Молиться надо, чтобы было по-божьему. И в государстве единого. Одна столица. Я кому не задавал в интернете. Какая? Москва. Я говорю, Москва будет сожжена в один час. А по коллективу 17-18 глава. Непременно. А что дальше будет? Иерусалим. В Иерусалиме отстроенный храм. Третий. На том месте, где сейчас это у них аяк стоит. Или в другом. Пока еще спорный вопрос. Уже все подготовили. Первый священника провозгласили. 2000 лет с лишним этого не было. Уже вырастили специально короб. Генетически. Ни одной шерстинки нет, кроме красной и рыжей. Когда ее сожгут и пеплом посыпать. Евреи очень внимательны к этому. Поехали в Америку. Проверили. Уже две телеси таких нашли. Чтобы не было ошибки перед Богом. Те лица рыжая должна быть. И написано пегая какая. Ну важно ли это? Кому-то не важно. Кому-то важно. И далее будет жертва. И жертвы у них уже строят. И жертва там будет принесена. И будет один царь. Мы ему говорим. А вот еврея в мышах. Мышах это Мессия. Христос в мышах. Это по-еврейски. Не то, что там это ругательно. Антихрист. И воссядет. И провозносит себя Богом. Все религии будут отменены. Это мы сегодня так широко. Пришел, разговариваем, Библию печатаем. Это все будет отнято. Почему? От моря до моря будут ходить ища, где послушать. Написано. И юноши, и девицы. Только об одном думали бы. Где бы слово Божие услышать. И стаивать будут от жажды. На той стороне, вот здесь, тут написано сверху это. Искать. Это книга Амоса. Прямо уйдите там. 9 глава 11 стих. Надо посмотреть. Искать будут и не найдут. От моря до моря. От моря, значит, от северного к южному. И не найдут. Почему отнято, сожжено. Перед самым уже местом, временем, когда Константин должен был победить, Диоклетиановы указы шли. Четыре редикта называется. Первое. Сдать все книги. Найдена книга «Смертная казнь». Как в Северной Корее. Там закон по сегодняшний день такой же. Дальше. Священники все на учет. И в одну ночь они все исчезают. Ну как. Не раз делается. Как гетто создали немцы в Польше-то. Целый год больше ничего не было. Живут все. В один день сразу раз. Переменилось. Выехать уже нельзя. А кто-то успел выехать до этого. Закон издается, не в один день он исполняется. И дальше будет ему царствовать этому. Которого мы называем Антихрист. Ровно 42 месяца. Это означает 3,5 года. И при нем сойдут два пророка с неба. И кто их обидит, будет умерщлен. И наконец он их победит. И трупы их бросит на улицах Иерусалима. Они будут проповедовать 1260 дней. До дня. 2000 лет назад. Кто это мог знать? И как они будут? Они научат нас молиться. Порок Илья Енох. Он молился сильно. Как он молился? Огонь спал с неба. И пожрал жертву. Водой наполненной вокруг канава выкопанная. И камни даже сгорели все. Какая температура-то сказать нельзя. Это ответ на молитву. Прочитаем несколько мест еще. Четвертое царство. 13-4. И помолился Иоахас лицу Господню. И услышал его Господь. Потому что видел стеснение израильтян. Как теснил их царь сирийский. Народ стоит, ждет. Ответ. Но Соломон многое сделал в храме, что не надо бы делать. Потому что быки. Море сделано, как огромная чаша. Статуи 12 быков. Наружу рогами все. 12. А Писание не говорило этого делать. Нигде этого нет. Херувимов только сделать. Мало того. Он там разные огурцы навешал. Все выделанное было. Виноград. И львы. А львы вообще не чистые животные. Не угодно. Ну и что? Моисей не угодно Богу? Так-то так. Правильно наше рассуждение. Но. Когда собрались священники более 72. И в это время облако благодати наполнило храм. Бог принял все. И они не могли стоять, вышли. И вот там Моисей поднял руки. Моисей говорил. Соломон. Господи. Если придет иноземец какой. И будет на этом месте молиться. Услышь его Господи. Надо научиться. Мы идем сюда, чтобы быть ближе к Богу. А не просто отбыл и пошел. Облагодарение. Матфея 15.36. И взяв всем хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. Еще не ели ничего, благодарили. Они нас сказали. Благодарим тебя, Христе Божий наш, яко насытился нас. После обеда. Оказывается, до обеда надо благодарить. Рассказывает, насколько достоверно, не знаю. Пригласили одного священника, когда молиться открыто нельзя было. А пищу неблагословенную, как есть, там уже татрава. И он только зашелся, о, надо же, какие большие столы. Смотри, идет, да и вас и поперек все там есть. Показал и благословел. А считается благоразумием. Это так, как часто пиршица заканчивалась всеобщей смертью. Это в наши буквально времена. Когда в Афганистане решили убрать, его сами, советские, поставили, сами же начали травить. Потому что уклонился в другую сторону. Читаем. Марка, 1423. Значит, молиться еще до преломления. Помолился, поблагодарил и преломил. Преломил, ну, по-нашему отрезал хотя бы. У нас не ломается. Что интересно, у меня мама, когда стал переломлять хлеб-то, а она и говорит, почему-то хлеб вот отстал вкуснее, а она сама стряпает. Я не знаю, но показалось так, может. И взяв чашу, благодарив, подал им. И пили из нее все. Благодарил, а потом подал, а потом пили. Значит, нужно посмотреть у себя, пересмотреть наше отношение к столу своему. Еще только думаешь за стол и уже благодари Бога. Потому что Бог так сделал. Вот смотрите, ходит корова, говорит, черная, по зеленому лугу. Белое молоко, желтое масло. Как это все? Из травы пробовали выжать молоко и сделали все, как надо. Ну, опыты это были только. И уже через сколько дней, кого кормили там, кошку, все погибли. Стали добавлять натурального туда. Молоко зеленое получается из травы. Искусственно делаем. Такое простое молоко, кажется. А сколько все, а как мы едим? Мы едим, а превращается это и в волосы, и в брови, и в ногти. Одна и та же пища. Это все занаряжено там. И ты благодари Господи, что все пошло как надо. Ты немногое дашь. И будет польза. Деяние 27.35 Деяние 23.35 Я выслушаю тебя, когда... Нет, ну, значит, 27. Как и виновим в этом. Когда выше Рима, откроете 1.8. Столько мест написано. И вижу, конца края нет. И все подтверждает три ступени. И благодарение должно быть искренним. Я молился и нету. Благодарю тебя, что этого нету. Готовилась свадьба. Все приготовили. А деньги вырезали. Свадьба откладывается. Благодарю тебя. А дальше выявилось такое, что обманщик он. И хорошо, что не отдал дочь свою туда. Вот как. А чтобы Бог это открыл. А почему? А женился на богатой. Оказалось, мне нет денег теперь. У нас зачем нам не нужно? А любви-то слова даже не было. Римлянам. 1.8. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Надо Бога благодарить, что нам Господь дает быть в интернете и по всему миру разносить. Все равно новый человек пришел. 34 года. Приедет в Потеряевку, может на крещение. Думал уйти в тайгу, спрятаться от людей и наткнулся случайно на незначительный наш ролик. И все изменилось дальше. Другое. Совсем, ну, такой незначительный ролик стоял. Там с гальянами мы возимся. И вот так это тронулось. Какой мы внимательностью стал смотреть дальше. Я просто искал по другой тематике. Говорю, там наше слово там участвует. И он сразу вышел. И новый человек. Это почти каждый день приходит. Я прошу молиться. Благодарю, что мы собрались вместе. Благодарю Господи, что научил людей и сдали вот так. Письмо одно я писал раньше много. 1200 писем каждый год у меня уходило. Ну, это 1200 за год. А я сегодня 1200 за одно утро достал. Вы знаете, что вчера только опубликовали о том, что Отец Геннадий Фаас болеет, чтобы молились. И жена его Лидия. Мы по всему миру распространили. Если Господу угодно. Он до этого болел. Что-то с Веркиной, видимо. Сильно-сильно болел. Даже не думал бы жить до этого еще. Итак. Римлян 14,6. Я там именно не пометил. Сейчас попутно злово. 1 Макамейска 9,16. Как они вас звали. Слово «благодарите» «благодарить» – 125. А «повеление» «благодарите» – только один раз. Даже удивительно это. Я уже это знаю все. И вдруг все равно новинки, новинки прямо нахожу. И Господь так делает. Непрестанно молитесь. То различие римлянам 14. Нет, это так. Первое параллепименон 16,4. Слово «славить» встречается 42 раза в Библии. А у нас в жизни как? Научиться словословить. А когда? Когда ты удивляешься. Как все премудро бы он сделал. Живность какая. Растения. Все премудро. Такой степени даже невероятно. А все заложено. Заложено. Я даже боюсь говорить. Каждый день наблюдаю, что сигналит, как обыкновенная кошка. Ей замуж хочется. И она не может. Из нее вырываются такие крики, которые все хаты разгадывают. Они сразу понимают. Здесь невеста, и надо искать ее. И во всем мире животным это такое. Корова начинает мыщать. Хозяин не хотел бы. Приходится везти. Во всем мире. Бабочка какая-то. Одна. И она дает сигнал. Ее тысячи других услышат, которые другого пола. Что бы вы знали, что вот мы запах какой-то определяем. Это одно из пяти наших чувств. А какое? У собаки в 12500 раз больше. В 12500. У свиньи почти в два раза больше, чем у собаки. У вороны чуть не в 15 раз больше, чем у свиньи. А у бабочки почти в 100 раз больше, чем у вороны. Одна молекула. И они уже знают, куда лететь. Невероятно. Я не считал молекулы эти. Но я вижу в самом деле это в жизни такое. И у человека так же. Любовь с первого взгляда. А как? Передается какие-то аплюиды или что? Да там сколько было лучше-то? Там и смотреть не на что. Вот так. Я-то беру одно. А как по запаху пищи находим? Что нужно мне моей болезни? И Господь вращение это указывает. Указывает? А почему? Так бы поел вот этого. Поел и встал. Один монах уже никогда мясо не ел. Заболел, приболел. А мне бы вареного козленка. Монахи так и возмутились. Такой подвижник. Пахомии пришли. Додумался. Эх вы. Да трудно ли вам? Ну идите, купите, сделайте. Сделали, все. Он выздоровел. Ему организм подсказывает. Организм это от Бога. Я просто беру и жития святых показать. Первый пролепимон 16.4. И седьмой стих. И поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они словословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. В этот день Дейд первый раз дал в салон для словословия Господу через Асафа и братьев его. Так, еще раз четвертый. Смотрите, молитва, что впрещает себя по порядку. И поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они словословили. Словословили, то есть те, которые в церкви певцы, словословили. Второе. Благодарили. Благодарили за все. И превозносили. За это здание, за книгу, за здоровье, за друзей. Третье. И превозносили. И превозносили. Нашему Богу нет равных никому. Не подвиглись ни в какую веру. Мы православные. Это диво, что Бог нам дал веру, которую от апостольских времен идет. Ну и хуже-то православных никого, наверное, нету. Мне мусульмане, они прям забиваются одного слова. У вас есть дома престарелых? Да вон он, на горе где. У нас ни одного нету за 2000 лет. Так и ахнул. Ни одного. У вас детей сдают, бросают матери где? У нас за 2000 ни одного ребенка не бросили. Я руки опустил. Ну надо осознать, кто мы. Вот и все. У нас храмы, храмы, храмы. А у них другой закон. Когда полностью набиты, и еще на кресте 10 человек посчитает, выйдет 10 и вошли. Все, строим новую мечеть. Все по разуму сделано. Раньше мы приехали, они нам разговаривают, в Ташкенте ехала. И вдруг остановили. Я тороплюсь. Я посидел маленько. К шоферу подойти, глянула, шофера-то и нет. А где шофер? Они говорят, посмотри. А он свой достарханат это вытащил там. Встал на него и молится. Почему время пришло? Доехать надо. А Аллах ждет. Я должен отблагодарить его. Нам надо научиться видеть, где вокруг нас есть люди, которые лучше нас. И которым земля будет принадлежать после нас. 23.10 Может быть там не показал я. Тоже порой напоминал. 40.23.10 Пока брат ищет, я даже... 29.13 Седьмая глава там. Дальше. Ниеме 9.5 Если нет еще, прочитайте там пока. 23.10 Из какой книги? Ладно. Тогда откройте Ниеме 9.5 Там заложено. Только в Псалтыре будет 26.6 32.1 41.5 68.31 94.5 99.4 118.62 146.7 149.6 Слава словить. Это только он написал в одной книге. Итак. Ниеме 9.5 И стали на возвышенное место левитов Иисус, Ваня, Кадмиилши, Ваня, Вунни, Шереви, Ваня, Хенани. И громко взывали Господу Богу своему. И сказали левиты Иисус, Кадми, Ваня, Хошавния, Шереви, Годи, Шивания, Петахи. Встаньте, славьте Господа Бога вашего от века и до века. Да слава словят достославное и превысшее всякого словия и хвалы имя Твое. Понимаете, перечисляются имена, которые мы про них ничего не знаем. Они пели. Вы поете, ваши имена будут перед Богом. И показано было. Вот которые там молятся, говорят, пропают. И ты сам, Божья Матерь, незримо подавала там какие-то свои диналии. Или что, кто поет. Это Бог тебе дал? Тут пища идет, вода и одновременно такой орган в горле. Есть такие люди, которые на разной еще высоте поют. Дальше. Даниила 6.10. Решил тогда хотя бы по разным книгам показать. Даниила 6.10. Как они молились? Даниил же узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу. И словословил его, как это делал он и прежде того. Что в течение сорока дней этого указа, сколько дней, никто ни к какому Богу не обращался только к царю Новохадоносову. Он узнал это дело, а специально закон был ради его. Он сразу, я не знаю, где я все до окна распахнул, смотрите все. Повернулся там в Иерусалим. Это не Мекка, не Медина. И стал Бога славить. И трижды в день. Это государство, по-нашему сказать, может, как премьер-министр. Он находил время. Почему? 118 Псалум, 164 стих. Вот мы по нему молимся сейчас. Семикратно в день прославляю тебя за суды правил. Суды, суды, это мы знаем, это приговор, это беды, это разные майданы. Я семикратно в день становлюсь на молитву, Давид говорит. При множестве занятий, он царь, и там и послов надо принимать. Как нам-то непонятно это. Ну, нас сейчас это установили, и семикратно в день. По интернету сигнал дается, все бросаешь, скорее бежишь. Как удивительно меняет Господь жизнь. С каждым днем у нас все новое и новое. Притом новое то, что забыто старое. Исайя, 51, 3. Так Господь утешит все развалины его, и сделает пустыню его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будут в нем словословие и песнопение. Развалины, все, какое есть, словословить надо. А вот сейчас насильно будут что-то с людьми делать, чтобы... Ты только благодари Бога. 24 глава Матфея, 21 Луки предсказывает об этом. Сему надлежит быть. Но можно как-то изменить. Надлежит быть. Я простым языком скажу. Режиссура заряжена оттуда, а мы исполнять только должны. Мы должны благодарить Бога. И Бог так сделает, как нам даже и Василий с ним. Как это делать? Великий дар сон. Человек обновляется. Вот кто сон потерял. Только не думайте принимать снотворные какие-то. Сна нету на молитву. Кто-то нуждается в тебе. Тебя ждут где-то, ты не знаешь. Умоли Бога, чтобы Он услышал тебя. Сообщи-ка, вчера мы узнали про садь Геннадия. Мы буквально по всему миру, во все страны разослали. Если такое множество не будет услышано, мы будем благодарить. Бог знает об этом. Ефесянам 5.19. Посмотрим, новый завет. Простите, что я так необычная проповедь, как говорят. Я хочу, чтобы мы были внук Христа. Чтобы из первоисточника получили. Не просто я считаю неправильно, брат считает правильно. Ефесянам 5.19. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Не вслух только, но и в сердцах. Воспевая в словословии. Надо научиться видеть, как в зимах, как вдруг все растаяло. И ты видишь, и все-все, благодари Бога. Где мы находимся? Это чудо Бог дал-то. Чего я желал? Место сухое было. Недалеко транспорт. Прекрасная река течет здесь. И все Бог нам дал здесь. Никаких ниоткуда ни нападений, ничего. Это чудо Божие. Сколько всякого зла в мире творится. И как нас Бог охраняет. Колоссином 3.16. Это Павел пишет в посланиях. А сам из одного ареста по другой попадал. Били, вытаскивали, думали, что он умер. Колоссином 3.16. Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиям и духовными песнями. Во благодать его спевая в сердцах ваших Господу. Что-то спросили, а ты пропой какой-то куплет. Ты много знаешь. И научи нас, те, которые у нас, не наши даже, не православные, а сколько там мудрости. Видно, что Дух Святой трудился. Сказал, пропел и все. Христос умер за нас и кровь свою пролил. Страдай, но не крестим, меня он искупил. На Голгофу на распятие Иисус идет, струи крови по дороге из раны льет. Это мой пришел Спаситель Божий Сын. Я к стопам его пронзенного раскаяния иду. Грех мой крови причнись, смыть молю. Да, смыть молю. И немножко где-то там колыбельную пропой там своему старику. Слово мерзки, мерзость. Вот мы прочитали мерзость перед Богом. 158 раз Бог указывает на слово мерзость. Это мы 158 раз обтираемся калотой мерзости, а может быть живем в ней. Найдите. У меня времени нету и возможности нету. Я и так затягиваюсь сказать это. 158 раз Бог вокруг нас показывает. Это каждые два дня один раз Бог нас куда-то подводит. И мерзость. И притом нет ни одного места, где бы оно нас не касалось. Надо научиться видеть это, обходить. И там особый стол. Я еще раз наказываю. Когда я умру, вы воспрепятствуете самого лечить. Как Игнатий Борисович Инову сказали. Ты наказал, хоть не наказывай, хоть наказывай, все равно по-своему сделаю. Как вы говорили. Не обмывать тело, гроб не оббивать. И на грудь не положить. Сергей обещал. Заламинированный Новый Завет маленький. И на кресте, чтобы висело. Кто желает, возьмет. Чтоб сырость их не проходила. Чтобы я из гроба желаю проповедовать Слово Божие. Как я его любил. Хочу оттуда достать, может быть, какую-то душу. Притча Соломона. 15.8. Если даже не откроете, а славословие. В притчах слово-славословие встречается 20 раз. 20 раз Соломон напоминает нам, что научитесь славословить. У Серахова 7 раз. Притча Соломона 15.8. Видимо, даже не указал. Жертва нечестивых мерзость пред Господом. А молитва праведных благоугодна ему. Вот и все. Быть надо праведным. Поступать по Слову Божию. И благодарить, что ты с чистотой руку. Ну, Библию ясно сделала, руки помыть. На молитву тоже надо приготовиться. И душу обыть связание. Вот интересно, вот у нас сейчас усыновили, сигнал дают. Два часа проходит, сигнал. И сразу все мгновенно бросаем. Все молимся. Ну, а на немного, больше 10 минут, как правило, не выходят. После молитвы всегда я отвечаю на вопросы. И опять своими делами занимаемся. Присоединяйтесь к нам на молитве. Не знаете, спросите где. Слово «Благодарить» еще два места посмотрим. Первое Коринфянам 1.14. Так много мест, я не все заложил. Виноват. Первое Коринфянам 1.14. Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. О, я так радуюсь, мы только крестили людей, каждый священник. Вот сейчас было на обито здесь, крестили, купались люди, а священник пришел. Это все пишут в газете, летом было. И сколько крестили? 700 человек на пляже. А завтра дали объявление, так еще надо миром помазать. Вы знаете, что никто не пришел. А как? Даром, даром. Он купается, а раздеваться не надо. Священник залез там по колено-то. Ну и там кто-то, даже в воду-то не залезает. Не где-то, а у нас здесь. И пишут, печатают об этом. То есть обман, лютый обман. Первое Коринфянам 10.30. Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Научиться благодарить. Конечно, посты надо соблюдать, мы православные. Я хотел сказать еще, что не только у нас, у православных. Это у католиков. Богослужения составлены трехступенчатые. Это у Григориана Армянска, апостоличная церковь. Это Сирия и Копты. Вот пять. Которые от апостольских времен сохранили рукоположение. И везде вот такое богослужение. Вот заметьте, сколько раз. Только слава отцу и сыну и святому другу. Только прочитали какая-то молитва. Просьба есть, Господи помилуй. И дальше благодарение. На благодарение труднее всего идти. Слава стоить независимо от молитвы. А благодарить, когда не получил. А что благодарить? Так в этом-то и смысл. Как Евг сказал. Неужели за доброе будем благодарить Бога, а за злое не будем? Да будет имя Его благословенно во веки. Аминь. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok